Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас приветствовать на канале Лилия Франс! Сегодня у нас, девочки и мальчики, будут такие кухонные посиделки. Сразу хочу сказать, что у меня шикарное настроение, поскольку у нас дождь. Не смейтесь, пожалуйста, объясню, почему меня так радует это погодное явление. Дело в том, что несколько месяцев подряд у нас стояла просто, знаете, такая тяжелая, удушающая жара, которая, ну, ты утром просыпаешься, ты отключаешь климатизацион, кондиционер, и если он не работает в доме, то через 5 минут ты уже мокрый. Ты принял душ, и если климатизацион не включен, ты снова мокрый. Но, ну, короче, слава Богу, вроде бы передали, на ближайшую неделю у нас именно вот такую вот дождливую, пасмурную погоду, до выходных, кажется, чтобы уже быть точной. И поэтому, как бы, легче стало дышать. Так, ну, сейчас не об этом. Сейчас я хочу вернуться к вам и мне, то есть к вашим комментариям и моим ответам на них, поскольку очень многие оставляют свое мнение, очень многие мне пишут советы и так далее, и так далее. И поскольку на протяжении двух лет я все время отвечала практически на 99% всех написавших, на все комментарии, то сейчас буду стараться, если я не успеваю, то буду делать вот такие вот видео-ответы на самые, как мне кажется, интересные и самые, ну, те, которые больше всего пролайканы комментарии, так скажем. Так, первый вопрос в комментариях, это под видео, когда мы ездили на море и попали в жуткую пробку. Кстати, мы там проторчали почти три часа. Это было просто ужасно. Так, Елена Гармония спрашивает, а что за городок, как называется? В видео я говорила, что этот городок называется Гродюруан, но у меня несложно повторить. Гродюруан, это небольшой городок на побережье, недалеко от Нима, буквально, ну, сколько, наверное, минут 30 от Нима ехать. Там очень мелкий пляж, если кому интересно ехать с детками, то вы не прогадаете. И отели там, в принципе, ну, достаточно хорошие. Я, конечно, никогда не останавливалась, но многие из моих подписчиков и из Парижа, и из Испании были у меня здесь люди, которые останавливались и очень хвалили. Так, дальше. Ирина Адам. Лиля Адом. Да, неправильно прочитала. Лиля, смотрю, у вас давно, недавно подписалась на ваш канал, но очень огорчает ваша звездность. Сейчас хочу задать, как сказать так, встречный вопрос, в чем это выражается, потому что, ну, как, мы сами себя со стороны не видим, ну, мне кажется, как бы я не изменилась ни в общении с подписчиками, ни в общении со зрителями. Если мне хамят, я вторую щеку не подставляю, это однозначно. Если ты меня назвал, кем попала, я тебя в ответ назову тем же. Если ко мне хорошо, то и я хорошо. Понимаете, как у меня, не знаю, звездность это или не звездность это, ну, по крайней мере, я не говорю, что я лучшая, и смотрите только меня, это глупо, тупо и, ну, дебильно, извините за такое слово. Но я как зеркало. Если вы ко мне с добром, то вы от меня получите только добро. Если я где-то не права или не так поняла, я всегда пишу второй комментарий, говорю, ой, извините, я не поняла. Потому что иногда человек напишет, и ты читаешь, и смотришь, и думаешь, он над тобой поиздевался или просто написал свое такое странное мнение. Ну, в общем, не всегда, потому что это издержки интернет-общения, поскольку ты не слышишь интонацию, ты не знаешь, что именно хотел сказать человек. И поэтому, ну, я не знаю, если вы заметили какую-то такую звездную болезнь, пожалуйста, напишите мне, потому что я, ну, я не знаю. Мне кажется, я какая была, такая и есть, ничего нового, ничего, ну, в общем, не знаю, я за собой этого не замечаю. Дело в том, что, ну, знаете как, не хочу, я не буду называть имен, но мне недавно пришло сообщение от подписчицы, которая, в свою очередь, получила сообщение от другого блогера, который написал, что раз вы меня, потому что она смотрит меня и смотрит того человека. И подписчица мне пишет, что отписалась от одного блогера, который нравился, по причине того, что этот блогер обратился к ней с просьбой написать на моем канале, ну, не то, что какие-то нехорошие слова про меня, но написать, что вот ваш канал стал неинтересным, и заходите, смотрите вот этот канал. И, ну, знаете как, вот это вот смешно, я не знаю как, ну, по крайней мере, я вот таким вот не занимаюсь. Если кто-то хочет привлечь на свой канал людей, то, ну, я, по крайней мере, делаю это все в открытую. Если я кому-то не нравлюсь, я никогда никого не держу, я, наоборот, говорю, ребятки, если вы со мной не на одной волне, не мучайте себя, отписывайтесь и смотрите тех, кто вам к душе, к сердцу, потому что, ну, ну, зачем себя насиловать? Жизнь одна, и свободное время мы должны в удовольствии тратить, а не, короче, как, ну, не напрягать себя какой-то там Лилия Франс, которая неинтересна, ведь есть же другие люди, которые вам по вашим интересам намного интереснее, так что, я не знаю, как бы за собой я звездности не наблюдаю, но, как же, я уже и сказала, мы сами себя со стороны, ну, редко когда видим, практически не видим. Так что, если вы заметили какие-то такие неприятные моменты у меня или в ведении канала, пожалуйста, напишите, я терпеть не могу людей за знаек, так что, если критика конструктивная, я только за, пишите, и я приму меры относительно своей звездности. Так, дальше, Людмила Печерская, Лиля, а зачем вы ее, это под видео про Миленочку, что я, ну, честно скажу, девчонки, я перегибаю палку, я это прекрасно понимаю, но ничего не могу с собой поделать, ну, стараюсь, конечно, себя урезонить, и была на родительском собрании, все выслушала, все выяснила, я расскажу немножко попозже об этом, но переживаю, конечно, не могу объяснить, почему, но переживаю, и знаю, что чересчу. Так вот, по относительно Миленочки, Лиля, зачем вы ее на обед оставляете в продленку с первого дня? Во-первых, я уже говорила, что Милешка у меня на продленку вообще не ходит, видео про Милен уже 3 или 4 снято, относительно, это Еколь Матернель, и мой ребенок на продленку не ходит, детки у нас идут не с 4, а с 3 лет в школу, я не знаю, Людмила, вы, наверное, тоже где-то в Европе проживаете, как я понимаю, или сейчас уже и в России, ну, в Украине точно с 4 лет не идут, в сад в 3 года идут, и потом в 6 лет в школу. Так что на обед оставляю, потому что у меня нет возможности ходить ее забирать, и не у кого, все на работе некому забирать. И среда, короткий день, да, у нас тоже среда, короткий день, и не только для первого класса, а даже, ой, до четвертого, кажется, если я не ошибаюсь. То есть раньше Артур вообще в среду в школу не ходил. И пятница только до обеда. У нас пятница, понедельник, вторник, четверг и пятница до 4, с 8.35 и до 16 занятий, это обязательно. Затем среда до 11.45, ну, то есть до обеда. И еще, как нам сказали, даже родителю, которые, ну, там, мамы есть по двое, по трое деток, что они еще даже в декрете сидят, или, ну, там, бабушки забирают, то, как нам сказали, на обед лучше оставлять на кантин, это, ну, чтобы они там кушали. И потому что вы забираете ребенка, и пока вы довезли домой, пока вы вернули домой, малыш в 3 годика, он должен спать днем. И вот это время сна, он, короче, занимает дорога домой и из дома. И как, ну, когда мы отдавали Миленочку, то там же беседа есть и с воспитателями, и с, ну, вот этими преподавателями. Мне говорят, что намного детки спокойнее и в моральном, психологическом плане, и в плане адаптации, когда они остаются там спать. Потому что ребенок знает, что он поел, он пошел в свою коечку, он взял свою дуду, вот эту игрушечку мягкую, он поспал, потом проснулся, полудник, и мамочка или папочка пришли, его забрали. Как бы это даже если ты не работаешь, то лучше оставлять ребенка спать там, а не оставлять в 3 годика без сна. А, так, а вы ведь дома, ребята! Ну, откуда вы знаете, где я? Вот это вот у меня всегда так, знаете, как я абсолютно не злюсь, но, честно сказать, давайте прекратим фантазировать. Я не знаю, где вы, и поэтому я не могу сказать, что вы на работе, или вы в салоне красоты, или вы моете свою машину в этот момент, или там красите ногти. Почему с такой уверенностью вы говорите, что я дома? Ну, откуда вы знаете, где я? Ну, вот это, конечно, меня всегда умиляет. Пусть несколько месяцев походит домой обедать, я уже сказала, это невозможно, да, и это не советуют. Так, с моей дочкой так было. А продленку мы попробовали несколько раз, они стали ходить, ей не понравилось. Ну, продленку мы не будем пробовать, я надеюсь, что нет, потому что, ну, у меня есть возможность, у меня рабочий день с 10 утра начинается, и в 8.35 я спокойно могу ее ходить забирать. И сейчас, вот через две недели мы стали ее оставлять три раза в неделю на игровой час. Там у них и теннис будет, и музыкальные занятия. Ну, в общем, как бы мне кажется, что вот такое вот, и остаются с детками они там все вместе, и приходят аниматоры, ну, в общем, там и синтезаторы есть. Ну, я надеюсь, ей очень понравится. Если не понравится, мы записали до декабря. Если скажет, что не хочу ходить, с декабря ходить не будет. Так, дальше, 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 дальше. Диляра Маликова может попытаться в другую школу, то, что ей там плохо, это факт. В таком возрасте дети же не всегда могут все высказать. Да, я согласна, что детки в этом возрасте, ну, не все могут рассказать, но у меня Миленка, вот она такой человек, ну, не знаю, может, мы как-то ее воспитали, может, это уже характер такой. Есть ли что-то не так или наоборот так? Так, первое, когда, что в крэш я приходила, что просто, вот, ну, вот, когда мы там старшей дочке отдавали ее, я прихожу забирать, или папа первым делом она сообщает то, что с ней произошло здесь, и она сразу говорит там, вот, и вчера забирала, она говорит, мама, меня Роза обидела, она, мол, этот самый запалец меня ухватила, и Роза, или не по-жанти, ну, как она, она нехорошо со мной поступила, в общем. И дальше она рассказывает, что мы рисовали, я ела вот это, что как бы, ну, с объяснениями, что с ней было, это нормально, то, что она, ну, как, трудновато адаптируется, как нам сказали на родительском собрании, Милен, наоборот, лучше всех, оказывается, адаптируется в классе. Но что ее делает НРВ, это, ну, как, не нервной, а, ну, волнуется, почему она, это то, что она привыкла к свободе. В Крэш, в Яслях у них было очень много места, они могли бегать, у них там было два сада, у них было, ну, в общем, игровых комнат много, и как бы они были свободны бегать везде, то здесь дело обстоит так, они находятся в классе, и еще нам очень повезло, что из класса прямо есть дверь, которая выводит, выходит в сад, и что дети могут выходить погулять и на улице, и быть в классе. Но один класс для моей Милены, она слишком активная, и для нее вот это вот, даже вот, знаете как, если, когда вот она была на каникулах, мы оставались дома там, или там, ну, у меня много было там, чего сделать нужно, или я там плохо себя чувствовала, или по какой-то причине там, что мы не могли выйти из дома, что или жара жуткая была, и она, если один день она никуда не вышла, на следующий день у нее начинается с истерики, она просто не может, ей нужно проветриваться и выходить в люди, и поэтому, как сказала преподаватель, говорит, что вы не волнуйтесь, как бы она плачет меньше, чем все дети, но что ей не нравится, как вот они заметят, это то, что, ну, от ребенка нету много места, где побегать, попрыгать, что она очень активная в этом плане. Так, дальше, как называют, Дима Растунцев, как французский знаете на 5, если да, то можно, если да, то можно, я как-то буду вас интересоваться, как и что к чему, но, скажу так, французский, если по французской, как сказать, шкале оценок судить, то я, наверное, его знаю меньше даже, чем на 5, поскольку, если я вас буду учить, то сразу скажу, из меня учитель просто ужасный, я говорю с акцентом, я этого не скрываю, и об этом у меня даже есть отдельное видео, я говорила с акцентом, я говорю, и, наверное, через 20 лет я буду с ним говорить, у меня нет слуха, и когда я занималась год, потому что я после операции потеряла голос, и, вернее, как он пропадал, то появлялся, и я год занималась с фониатром, я же говорю, Эвелина, почему у меня нет, я слышу хорошо, что говорят, почему я не могу это произнести так же, и она мне объяснила, что есть категория людей, у которых нет слуха, ну, я не умею петь, если кто слышит, как я пою, он падает в обморок просто, и люди есть такие, которые не могут воспроизвести правильно, потому что их слух, вроде бы как ты слышишь, да, правильно, но именно произношение, ты не можешь всё это выговорить, так что из меня учитель никудышный, я путаю, вернее, не путаю, я забываю артикли эти сказать, если я говорю медленно, то да, смедленно подумал с расстановочкой, то всё нормально, все-всё прекрасно понимают, даже когда я говорю быстро, но что меня раздражает, это то, что я сама по себе такой человек, что если я как бы беседую, то и в настроении, то я хочу вот как с эмоциями совсем вот это рассказать, и когда я начинаю говорить это на французском, я строю фразы на наш манер, не так, как говорят французы, потому что как вот они говорят, я пошёл брать автобус, а я говорю не пошёл брать, а я пойду сяду в автобус, и это неправильно, и вот это вот меня, короче, не только акцент, но и вот эта неправильная постановка фраз меня раздражает до сих пор, что вот сейчас начался такой период, когда половина меня мыслит на французском, половина на русском, на украинском, и когда уже полностью я переключусь, что уже даже в мыслях, уже я буду строить фразы на французском, думать на французском, вот тогда ко мне придёт правильное вот это вот построение фразы на французский манер, так что из меня учитель французского абсолютно не какущий, я даже, ну, говорю это честно и откровенно. Так, дальше, Иечка, Иечка, ты почему мне не звонишь, Ия? Вот что я тебе, я тебе в эфире говорю, обещала, обещала, и не звонишь, Иечка, спасибо тебе большое, что ты меня всегда успокаиваешь относительно Миленки, я, конечно, ну, сейчас уже немножко меньше, сейчас уже немножко меньше, поскольку уже, ну, как мне тоже женщина правильно написала, Лиля, ты это, как будто замуж дочку отдала, как я уже сказала, не буду повторяться, стараюсь немножко сбавить обороты своего вот этого вот, мама-пуля, как они говорят, мама-курица, которая как наседка. Так, Арина Чайкина, Лиля, ты рассказывала, что в первый день в школе Миленка перепутала класс, тот, в котором детки из её садика, может, есть возможность поменять класс, всё-таки со знакомыми детками, легче адаптироваться, удача и терпение. Арина, спасибо большое, хочу сказать, что у нас самая лучшая подружка её из садика находится в её в классе, и, как бы, она уже, ну, они уже, как бы, всё время вместе, приходят безу-безу, когда расстаются, безу-безу, ну, в общем, думаю, что всё будет нормально. Так, дальше, 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 дальше. Вера Смирнова, Лиля, вы едите несочетаемые продукты, молочный продукт, сыр и мясо. Это, получается, как, нельзя есть вместе сыр и мясо, а, ну, не знаю я, а как мы окрошку едим? Вроде как, всё нормально. Объясните, пожалуйста, почему их есть нельзя? Я знаю, где-то я читала, что люди, которые исповедуют и адуизм, ну, в общем, евреи, они не складывают молочные продукты вместе с мясными. Ну, я, я даже честно скажу, я не знаю, почему, и я как-то, ну, никогда не задумывалась, и салаты же мы готовим, вот, там, царский или королевский, я не помню, где сыр находится, и мы кладём говядину туда, или же, ну, как окрошка, как оливье, там же тоже сочетаются и яйца, и какие-то молотные, ну, в окрошке там же кефир есть. Так, дальше, 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 дальше. Что у нас ещё есть? Так. Сандра Иванова. Вы сами себе ответьте на вопрос, для кого и для чего вы снимаете видео. Если просто ради искусства, для себя любимой, тогда закройте доступ к комментариям и спокойно просто выкладывайте видео, кто захочет, посмотрит, а кто-то пройдёт мимо. Если же ваша цель привлечь подписчиков, ну, и таким образом зарабатывать, то тогда не стоит выёживаться и строить из себя обиженную манипуляторами. Я живу... Я живу... Это такая система, ты даёшь, что хочет подписчик, а ты получаешь голос и плюшки, соответственно. Я живу в Италии, мне было интересен материал о Франции, а не ваши рассуждения, рассуждалки на бытовую тему. А теперь всё чаще и чаще скатывается на тему обиженных, униженных. Ну, что я... Не хочу я не оправдываться, ничего говорить. Во-первых, относительно заработка и искусства. Канал, имеющий 10 тысяч подписчиков, он абсолютно не... Как сказать... Находить... Ну, нельзя иметь 10 тысяч подписчиков и видеть канал как способ заработка. Это... Когда ты начинаешь зарабатывать на канале, это примерно, ну, от 50-60 тысяч подписчиков, когда не 1 тысяча, 2 тысячи просмотров, как на моих видео, а в день идёт 10-15 на каждом видео тысяч тогда, потому что там цена за клики, она буквально там 1 цент, 2 цента. И чтобы сказать, что канал ведётся ради заработка, ну, на данный момент я это просто не могу. Мне нравится вести канал. Это больше, конечно, моё хобби, которое позволяет на данный момент оплачивать. Потому что, как я говорила, в первое время это супруг мне камеру купил, шнурочки, микрофончики, то сейчас как бы я уже могу из вот этих вот денег, которые платит Google, покупать какие-то новые камеры или какие-то там, ну, финтифлюшки для программы и так далее, для монтажа своих видео. Что касательно плюшек, ну, я скажу так, я стараюсь делать то, что хочет подписчик, отвечаю на комментарии, стараюсь это делать постоянно, и стараюсь делать видео, которые, ну, по запросу. Потому что, ну, конечно, не все. Я не могу, если мне не нравится тема, я не буду себя насиловать. Так же, как и я прошу своих зрителей не насиловать себя и не смотреть мои рассуждалки. Относительно видео о Франции тысяча, двадцать или сколько уже видео на канале, я думаю, среди этой тысячи найти можно и рассуждалки рассуждалки на тему Франции и посмотреть саму Францию, которую я показываю, если мы куда-то идем или едем. Так что, если что-то не устраивает, я никого возле себя не держу. И относительно, ну, как сказать, от обиженных и униженных, знаете как, тут тоже очень интересно, как говорится, у кого что болит, тот, а то он и говорит. Если меня достали, переведите, переведите, отведите, дайте, то я об этом и говорю, хватит, ребята, эта тема закрыта. Так что, никто не униженный, никто не обиженный. Я, слава Богу, тетя сорока лет, которая может дать отпор. Это не ребенок, которого можно обидеть и который побежит к маме, жаловаться, помогите, спасите. Если меня обидели, я и говорю, ребята, обидели, идете лесом, а я остаюсь только с теми людьми, которым я интересна и которые со мной на одной волне. Так, дальше, 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 дальше. Что у меня еще? Так, у меня, ой, где-то я видела комментарий от женщины, на который, так, здесь я уже ответила. Ой, по поводу беговой дорожки. Ой, вот сейчас вот не найду даже, где эта женщина, кажется, из Америки подписчица. А вот-вот нашла Наталья Масюкова. Наташа, ссылку я, не знаю, поищу, посмотрю, но скажу так, если у вас есть декатлон, эта дорожка очень просто, вы ее увидите, посмотрите то видео, где я ее показывала, дорожка на 14 скоростей и на сколько, 8, кажется, программ. И обязательно, там 2 программы, идет, вернее, как, 4 программы на интенсивное похудение и 4 программы для людей с больным сердцем. Это кардионагрузки специально, которые, ну, когда у меня тут из-за гормонального сбоя, идет вот, ну, если я съем, например, 2 кусочка хлеба, то эти 2 кусочка хлеба пойдут не в пользу ко мне, там, не в какие-то там полезные углеводы, а они пойдут в отложение жира, поскольку у меня нету метаболизма, абсолютно. И когда у вас начинаются вот такие вот проблемы, то идет осложнение на почке, на сердце, и когда почки работают плохо, ты начинаешь отекать, я страдаю отеками. Вот мне некоторые люди пишут, Лиля, у тебя лицо вот такое, ребятки, вы меня утром не видели, если я когда-то покажусь вам утром, у меня глаза вот такие, и все вот так вот отекшие руки, я не могу даже кольца одевать, потому что вот была жара, это вообще невыносимо, у меня все вот наливается просто. И благодаря вот этой вот ходьбе на беговой дорожке, вот этот вот пот, он литрами выходит. Я говорю, я взвешиваюсь перед тем, как встать на нее, и после от того, как я отходила, иногда бывает на кило 200 меньше. Вот я иду, у меня там, ну, разные скорости, там разные программы есть. И пот просто-напросто сливается, вот скатывается. И вот благодаря этому у меня, как бы я сейчас могу себе позволить и кусок пиццы съесть даже вечером. Это я уже, вы знаете, давным-давно, я уже не помню, когда я могла это сделать. Вот мои заказывают по выходным, там, пиццу или кебаб, или что-то такое, а я вот так вот понюхаю-понюхаю, знаете, жамбончик стебну с этого, или там кусочек грибочка, а вот так, чтобы съесть пиццу, которую я, ну, честно сказать, уже 4 года, как я без щитовидной железы, и 4 года я практически, ну, не могу себе позволить съесть что-то такое, ну, то, что нормально для нормального человека. И благодаря вот этой вот программе, спасибо моему эндокринологу, ну, вроде бы начинает, тьфу-тьфу-тьфу, я уже говорила, ничего хорошего не озвучивать, но надеюсь, что злюки пропустят это мимо ушей, а люди добрые просто-напросто искренне за меня порадуются, что я могу сейчас вести образ жизни практически нормального человека, и по утрам отекать немного меньше, чем было и до этого. Так, ну что, я думаю, на сегодня достаточно, иначе я вас просто-напросто утомлю длинным-длинным видео. Большое спасибо, что вы мне пишете, большое спасибо, что вы мне даете советы. Я этому очень-очень-очень рада, и в свою очередь буду стараться вам отвечать взаимностью. Ну, и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.